Растущий коррупционный скандал охватил Украину и Запад. В последние дни несколько высокопоставленных украинских министров и губернаторов подали в отставку после того, как появились серьезные обвинения в коррупции в их адрес. Мы пресекаем этот растущий скандал, который угрожает запятнать репутацию правительства даже сейчас, когда на Украине продолжается война. Так что же именно произошло? За последние несколько дней многие украинские чиновники были уволены со своих постов или арестованы после того, как несколько человек столкнулись с обвинениями в коррупции в средствах массовой информации страны. Обвинения в их адрес разнятся. Исполняющий обязанности министра регионального развития Украины был арестован после того, как антикоррупционное бюро страны обвинило его в получении взяток стоимостью более 400 долларов с нулем. Заместитель министра обороны страны ушел со своего поста после того, как стало известно, что его министерство закупает военное снаряжение, в том числе продовольствие для войск, по завышенным ценам. Тогда заместитель главы администрации президента Зеленского подал в отставку после того, как журналисты выяснили, что он приобрел привычку использовать дорогие спортивные автомобили для поездок по стране. Это произошло даже тогда, когда экономика страны была разрушена российскими ракетами. В общей сложности несколько ключевых министров, пять заместителей министров и многочисленные губернаторы регионов и высокопоставленные чиновники были либо уволены, либо их попросили уйти с работы в течение нескольких дней. Эта свеча ставит в центр внимания долгую борьбу Украины с коррупцией. Факт в том, что страна боролась с коррупционным кризисом с тех пор, как стала независимой после распада Советского Союза в 1991 году. Как и в ряде бывших советских республик, неудачные попытки Украины приватизировать государственные предприятия привели к формированию коррумпированных бизнес-империй, контролируемых несколькими хорошо известными мальчик, связанных с элитными бизнесменами. Коррупция настолько укоренилась, что иностранные дипломаты назвали страну клептократией, а крупные газеты назвали ее самой коррумпированной страной Йорка. В отчете Transparency International и антикоррупционного надзорного органа Украина заняла 122 место из 180 стран в своем рейтинге коррупции. Это был второй худший рейтинг в Европе после России. Соединенные Штаты влили в страну более 100 миллиардов долларов в виде военной и гуманитарной помощи. Европа аналогичным образом предоставила Киеву около 51 миллиарда евро помощи. Коррупционный скандал, когда коррумпированные чиновники выкачивают доллары европейских и американских налогоплательщиков, наносит хороший ущерб. Резников был назначен министром обороны в ноябре 2021 года. Хотя он помогал приобретать иностранное оружие, его министерство пострадало от череды коррупционных скандалов. В прошлом месяце заместитель Резникова был вынужден уйти в отставку. Его обвинили в подписании продовольственных контрактов по ценам в 2-3 раза превышающим нынешние цены на основные продукты питания. Выдвигаются в адрес высокопоставленных украинских политиков, довольно серьезны. Они включают в себя такие вещи, как очень крупные взятки, выплата завышенных цен частным фирмам. Слушай это. Довоенное украинское правительство было одним из худших в мире. Коррумпированный, контролируемый несколькими богатыми людьми. Действительно несчастье для народа Украины. Да, я не согласен с этим парнем во многом, особенно в том, что он не покупает все наши сельхозугодья. Но он прав в том, что мы сказали ранее.